Здравствуйте. Я рада приветствовать вас на своем канале. А мы-то как рады. Сейчас, секунду, я звук погромче сделаю. Так. Сегодня мне бы хотелось разобрать одну из очень известных фраз немецкого философа, мыслителя, представителя философии жизни и иррационализма XIX века Фердриха Ницше. Я даже больше скажу, не просто представителя философии жизни, а с него-то она и началась. Потому что в ряде источников ошибочно Шопенгавера называют как родоначальника философии жизни. Но это неверно. Потому что философия жизни, она не тождественна просто волюнтаризму и иррационализму, которому, конечно, до Ницше причастны и Шопенгавер, и Шеллинг, и, в общем, Геотте периода бури и натиска. Хотя это, конечно, не философия такая, значит, в виде трактатов о художественной литературе, но, тем не менее. Вот. Так что будем исправлять неточности сегодня. Фраза, которую он вкладывает в уста своего героя, персонажа одного из своих книг, так говорил Заратустра. Фраза, которая... Более того, это там говорит сам Заратустра. Ну ладно. Вошла в очень популярный оборот. Сегодня, если хотят подчеркнуть человеконенавистничество Ницше, его стремление уничтожить всё слабое, не способное к борьбе, эта фраза очень часто вспоминается. И, в общем, эта фраза, которая делает Ницше символом или поборником, вот эта идея разделения человечества на два рода людей, на свободных, рабов, на сильных и слабых, на рабов и господинов. Эта фраза делает Ницше таковым в устах противников, его философии, его творчества. А фраза звучит следующим образом. Падающего подтолкни. Когда хотят показать действительно, допустим, мои студенты, неправомерность ницшанского подхода, его взгляд на то, что человек это всего лишь... Самое грустное в этой ситуации то, что у неё есть студенты. Это намного грустнее, чем фраза Ницше. Животное. В общем-то, эта фраза очень часто используют. И сегодня мне бы хотелось попробовать разобрать эту фразу, попробовать её проанализировать, попробовать понять для самой себя ещё раз, что же вскрывается, может быть, на самом деле за этим выражением. Начнём с того, что очень часто допускается ошибка в цитировании этой фразы. Дело в том, что у Ницше нет в его работе, так говорил Заратустра, а именно Заратустра проговаривает эти слова у Ницше, в этой работе нет дословно вот этих слов, падающего подтолкни. Поэтому для... Так. Я надеюсь, что сейчас она про перевод скажет что-то, да, как бы. То есть, типа, в переводе на самом деле имеется что-то другое, да, или... То есть, как бы... Потому что проблема-то в чём у нас обстоит? Проблема в том, что если мы берём, так говорил Заратустра, в переводе Антоновского, то там оно есть. Вот в чём дело. Ну, можно, конечно, да, сказать, что это неточность перевода и всё такое. Я надеюсь, что она к этому клонит. Но зная Елену Павлову, там сейчас может произойти какой-то логический прыжок, очень-очень длинного расстояния. Ну, в общем, давайте. Так. Для того, чтобы начать, попробовать разобраться для себя, в чём заключается в сути смысл этой фразы, я предлагаю вам ещё раз взглянуть на цитату. Только в этом её несколько больше, чем она есть. Дело в том, что если мы посмотрим вообще на немецкий экземпляр этой книги, на немецкий текст, то там будет не падающего толкни, а падающие толкни. Ну да, потому что там о камнях речь идёт. Кому из вас известно наслаждение сбрасывать камни в отвесную пропасть и так далее. Ну то есть там, судя по контексту, да, падающие потолки. Окей, хорошо, хорошо, Елена Павловна, ладно. Так, ну я, кстати, вот про падающего подтолкни. Я помню, что я на каком-то из эфиров из цикла Ницшанской бессонницы я тоже подробно этот момент разбирал, потому что, ну естественно, да, это одно из таких очень известных мест из Ницшевского наследия. И тоже было очень много вопросов на тему того, что значит там падающего подтолкни и так далее. Да, и естественно, я эту тему тоже стороной не обошёл, и я на этот ответ, на этот вопрос развернутый ответ давал, да. То есть откуда это именно цитата, какой там контекст и прочее, прочее, прочее. Ну вот теперь давайте посмотрим, насколько это будет соответствовать тому, что у нас, значит, Елена Павлова нам сейчас выдаст. А в русском переводе это будет звучать так. «О, братья мои», — говорит Заратустра, — «разве я жесток?» «Но я говорю, что падает, то нужно ещё и толкнуть. Всё, что от сегодня падает и распадается, кто захотел бы удержать его, и кого вы не научите летать, того научите быстрее падать». Так говорил Заратустра. Ну это какая-то урезанная цитата, потому что там ещё про камни было. То есть что-то как-то она очень выборочно процитировала. Культовая книга, которую, в общем-то, сегодня читают очень часто. Так вот, что же может означать эта фраза у Ницше? Ну, во-первых, для того, чтобы попробовать отмести возражения, которые у нас могут с вами возникнуть в адрес Ницше, в своё время я означала с вопросом, и, читая его работы, на краю сознания искала какие-то мысли, выражения, цитаты, которые так или иначе показывали бы его не только как человека-ненавистника, а показали, по крайней мере, хотя бы ещё одну грань. Да, безусловно, во многих работах, во всех работах Ницше мы встречаем очень хлёсткие, едкие фразы, которые нам часто кажутся совершенно ужасающими по своей сути. Ницше не скупится на совершенно невероятные эпитеты, например, когда он обличает христианство или когда он обличает рабскую мораль современного человека, его лицемерие. Да, конечно, всё это есть. Но, с другой стороны, у Ницше есть ещё интересные мысли, интересные выражения совершенно в другом ключе. Например, Ницше однажды скажет «Учиться любить и учиться быть добрыми, но до с детства». Что сделано из любви, всегда будет находиться за чертой добра и зла. Там, где нельзя больше любить, там нужно пройти мимо. Такими, скажет Ницше, «Хочу видеть я мужчину и женщину, его, способным к войне, то есть сильного и здорового, её к деторождению». То же самое. Но чтобы при этом они ещё умели танцевать не только ногами, но и головой. То есть Ницше требует не только здоровья и изящества от мужчины и женщины, он требует от них ещё и ума. Ницше скажет, что... Она, кстати, половину цитат из «Ратустры» берёт из перевода Антоновского, а половину из перевода Ренкевича почему-то. Хотя перевод Антоновского, он более поэтичен, и там вот эта вот цитата про мужчину и женщину, она красивее. Ну, то есть чисто эстетически более выдержана. Но не знаю, почему-то ей Ренкевич больше понравился. «Голос красоты звучит тихо». Хотя, скорее всего, она просто не парилась даже на тему переводов. Он проникает только в самые чуткие уши. «Если ей зачем жить, то можно вынести любое как». Даже очень умным людям начинают не верить, если видят их смущение. «Пусть говорят мне что угодно, чтобы причинить мне боль. Слишком мало они знают меня, чтобы быть в курсе, что действительно делает мне больно». Ницше скажет, что все препятствия и трудности – это ступени, по которым мы растём вверх. Каждый малейший шаг на поле свободного мышления и лично формируемой жизни всегда завоевывается ценой физических и духовных мучений. Либо вы подниметесь сверху на одну ступень сегодня, либо соберитесь силами, чтобы подняться на эту ступень завтра. Больше всего ненавидят того, кто способен летать. Это крохотный облиз, крохотный такой очерк разных мыслей Ницше, высказанных им в разных работах, которые… Ну, по большей части всё, что она процитировала, это вот именно так говорил Заратустра. То есть, собственно, она вот тут говорит про разные работы, но это всё из одной книги она набрала эти цитаты, я так подозреваю, из интернета даже, потому что, собственно, если бы она знала, откуда эти цитаты, она бы… Ну, ладно, окей, продолжаем. На секунду показывают нам, приоткрывают нам другого Ницше, не того, к которому мы привыкли раньше. Так вот… Интересно, к какому Ницше она привыкла раньше? Это первый такой момент. Дело в том, что Ницше, безусловно, многопластовый философ. У него очень много наслоений, очень много слоёв, очень много уровней, по которым ему нужно спускаться вниз и дальше. Он сам говорил, нужно носить себе хаос, чтобы родить танцующую звезду. И вот это выражение падающего толкни, на мой взгляд… А хаос и звезду тоже из-за ратурства. Тоже невероятно многослойно. Да, конечно, я, в общем-то, могу согласиться с тем, что Ницше очень трудно и невозможно изучать по цитатам. И то, что сейчас я вам рассказала, ну, в общем-то, это цитаты, это не сам Ницше. То есть для того, чтобы попробовать прикоснуться к его творцу, нужно по меньшей мере открыть одну из его книг и прочитать. По цитатам изучать Ницше, безусловно, нельзя. Но, вот странное дело, Ницше вошел в историю именно цитатами. И, как правило, цитатами, высвечивающими его… Ну, вот, кстати, теме того, почему Ницше вошел в историю, благодаря своим афоризмам, я на эту тему сегодня на стриме рассказывал, да, что большинству людей сложно воспринимать большие куски текста, но они неплохо воспринимают коротенькие афоризмы. И именно в этом причина популярности Ницше. Да, а вовсе не его философии как таковой, да. Потому что, в общем, она достаточно сокрыта, можно сказать, несмотря на всю внешнюю популярность этого автора. ...восвящими его с негативной стороны, с негативной точки зрения. Безусловно, Ницше не ангел. У него не было никаких иллюзий относительно своих родных и людей, которые его окружали. И, относительно самого себя, он, в общем-то, понимал, что не все в его мире идеально совершенно. И, в принципе, вот те мысли, полные горечи, боли, которые приводят нам, часто показывая негатив, негативизм, Ницше, его нигилизм, в общем-то, говорят нам о ничемном, как о переживаниях самого автора. Вспомните, пожалуйста, точно такая ситуация произошла в свое время с Чаодаевым, почти что. Когда Чаодаев начал обличать беды России, в которых она находится. Когда Чаодаев совершенно откровенно со своей позиции и стороны показал, что режим тогдашнего правителя и та политика, которую ведет Россия, и та история России, которую мы наблюдаем, она не повод для того, чтобы гордиться. Итог был закономерен. Чаодаевы объявили сумасшедшим по высочайшему указу, по указу императора. И такое происходит очень часто, когда случается несовпадение целей и результата. То есть я хотела сказать одно, а меня услышали совсем по-другому. И вот, на мой взгляд, я глубоко убеждена в том, что эта фраза Ницше трактуется слишком одномерно, слишком узко, слишком в узком ключе в понимании. Для того, чтобы понять себе, что же эта фраза может означать. Я нашла одну из интересных высказываний у Ницше. Эта фраза звучит следующим образом. Вернее, это такая цитата из книги под названием «Злая мудрость. Небольшое стихотворение». Звучит так. Никто из нас не прав, когда не замечает, как ранит та рука, которая щадит. Как угнетает мысль, как грубо удручает, взяв милосердие за самый верный щит. А этот щит плодит, ловзая преступление, насилье и порог, и слабому грозит. У истины берет и мудрость, и значение. Нет, милосердие не добрый. Злобный щит. Да он преступлению развязывает руки, да мокловым мечом он честности грозит, смеется над добром, когда наносит муки. Да, милосердие есть ненадежный щит. Ницше против милосердия, получается, судя по этому высказыванию. А с другой стороны, как же быть тогда с вполне конкретными фактами его биографии? Тогда Ницше, мы знаем точно, пошел добровольно санитаром на фронт и работал санитаром какое-то время, и заболел тяжелейшими формами дизентерией и дифтерией, и еле выкарабкался из объятий смерти, еле он ускользнул. И еще один факт, точно совершенно из его биографии, за несколько месяцев до своей смерти Ницше попадает в клинику для душевнобольных в состоянии почти что ступора, то есть он не осознает себя, что стало причиной. Но это не за несколько месяцев до его смерти было, потому что, собственно, ну, в общем, окей, ладно. Мы знаем, конечно, да, что Ницше всю жизнь мучился ужасными мигренозными болями, с приступами, длящимися по нескольку часов. И Ницше оказывается в итоге в этой клинике, потому что его нервы не выдерживают, издают, срываются от одного наблюдаемого им события, когда Ницше случайно в своей жизни видит вдруг, как крестьянин, хлещет лошадь. То есть это как бы не за несколько месяцев до его смерти, это за 10 лет еще до его смерти, когда он впоследствии проведет порядка 10 лет уже в состоянии безумия, в состоянии поверхностной комы. То есть тут ошибка чисто, незнание биографии. Ну ладно, это не принципиально на самом деле. Это происходит в 1889 году, а Ницше умрет только в 1900. То есть это как бы математика, ну ладно. ...вот эти реальные факты его биографии с выражением, что милосердие это есть плохо, что нельзя быть добрым, нельзя кому-то помогать. Здесь очевидно, конечно, очень удобно сказать, что Ницше выступает против религии, против законов, против любой морали, против правил поведения, но если... Ну опять-таки тоже Ницше не выступает против любых законов, морали, поведения, глупость какая-то сейчас. Когда мы пробуем окунуться в работу Ницше, мы видим, что одна из пяти ключевых тем, которые выделяет Мартин Хайдеггер в своей работе «Европейский нигилизм» или в работе Ницше отдельной, это пять тем, это учение о вечном возвращении, это нигилизм, это переоценка всех прежних ценностей, это воля к власти, и еще одна тема важная, ключевая тема – сверхчеловека, то есть человека будущего. Так, Ницше сам скажет, что человек – это канат, натянутый между зверем, животным или обезьянами, важно, как угодно это может звучать, и сверхчеловеком, людьми будущего. То есть здесь имеется в виду, и Ницше показывается неоднократно нам, что суть внутреннего мотива человека, выливающаяся в итоге в его внешнее проявление, должна заключаться не идти, вернее, не извне, а рождаться изнутри. То есть невозможно по мысли Ницше сделать человека моральным, основываясь на внешних убеждениях, угрозах либо поощрениях. Имеется в виду, что люди могут стать моральными, только испытывая внутреннее ощущение этой необходимости, внутреннее желание стать таковыми, чтобы каждый их поступок раскладывался по их внутренней сетке, градации, что есть такое добро и что есть такое зло. И в этом смысле вот эта фраза Ницше, падающего толкни, она падающие, вернее, толкни, она может быть проинтерпретирована в том значении, что, допустим, нужно вовремя умирать. Что это имеется в виду? Если ты не можешь... Ну, заповедь... Ну, то есть принцип «умри вовремя» Ницше выделял даже в отдельную заповедь. То есть он говорил, что некоторые умирают слишком рано, а многие слишком поздно. Я же говорю вам «умри вовремя». Ну, это, собственно, тоже из «Заратустра». Вообще, вот все, что она говорит, это где-то на уровне такого эмоционально окрашенного обзора книги, так говорил «Заратустра» от Ликея. Но вся разница в том, что у Ликея нет ученых степеней по философии. А, собственно, характер контента, да, его содержательная часть у них на одном уровне примерно. Ну, единственное, еще она периодически путает всякие вещи, да, биографические вставки, или там вот в том ролике, который мы первые у нее анализировали, где такой общий часовой ролик, посвященный философии Ницше, где она допустила, конечно, массу совершенно вопиющих ошибок. То есть не просто каких-то там неточностей отдельных, а просто, ну, такие ляпы чудовищные. Здесь она, конечно, меньше ерунды успела наговорить, но здесь и формат ролика всего 23 минуты длительность, 23 с половиной. Ну, это, конечно, удручает в любом случае. Жить так, как тебе, как ты привык, как тебе удобно, как ты, допустим, ну, если возьмем там яркие личности Кунгом Сун, известный писатель. Так мы знаем, что он до очень преклонных лет доживал, и, в общем-то, оставаясь тем же деятельным человеком, его мозг постоянно работал, он постоянно что-то делал, он постоянно к чему-то стремился. То, в этом смысле, допустим, самоубийство того же самого Хемингуэя или Жилья Делёза, в общем-то, причем самоубийство, которое может быть непонятно обычному человеку. Ах, вот бы Жак Фреско тоже, как Жилья Делёза, Хемингуэя. Да, мечты, мечты. ...человеку, повседневному человеку. Оно может быть оправдано с точки зрения Ницше, потому что люди перестали жить в полной мере, в полную силу. И получается, что действительно, человек сам прекращает жизнь и понимает, что это уже не жизнь, что это уже состояние в сан-цепи. И идея Ницше, по-моему, глубокому убеждению, заключающаяся в этой фразе «падающая толкни», лежит в том, чтобы дать человеку, ну, в данном случае человеку, скажем, дойти до края некоторого состояния, чтобы дальше было уже некуда идти, либо смерть, либо возрождение. И тогда уже действительно как получится. Если не включатся вот эти инстинкты выживания, то либо возродиться, либо погибнуть. Поэтому оказывать добро или милосердие, допустим, с точки зрения Ницше, наверное, человеку, находящемуся в стадии, допустим, алкогольной зависимости, не хотящему прерывать это состояние, даже в чем-то кичащемуся этим состоянием, помогать не стоит. Другое дело, что, если, допустим, у самого человека нет сил справиться с этим, но он хочет что-то изменить, тогда, наверное, имеет смысл. Хотя, в общем-то, мысль, наверное, все-таки меньше такова, что человек должен сам. В конце концов, вот на этой грани, как говорили экзистенциалисты, в ситуации экстремы, или в ситуации экстремальной, когда стирается абсолютно все наносное, все границы, все убирается, он должен понять, к чему он пойдет дальше. Будет он жить так же, как он жил до этого, и скатываться, и в конце концов, просто тихо уйти со сцены. Либо что-то, допустим, изменить, и Ницше скажет, действительно, одну из ключевых фраз, то, что меня не убивает, сделает меня сильнее. Поэтому, в общем-то, эта фраза... Да, это уже из суперкидов. Фраза может быть рассмотрена как один из аналогов или одна из версий, допустим, того же самого конфуцианского рационального милосердия. Вспомните, мы когда с вами разбирали конфуцианство, я говорила о том, что по конфуцию его гуманность, вот это жень или человеколюбие, не равно христианскому всепрощению. То есть, помогая какому-то конкретному человеку, например, мы должны четко осознавать, почему мы это делаем и нужно ли это делать мне в данном случае. Ну, допустим, представьте себе ситуацию. Вы идете по улице. Вдруг перед вами падает старик. У него тяжелая сумка на плече. Вы, допустим, подскакиваете к нему, естественно, помогаете ему встать. Он просит вас, помогите мне пойти домой, подняться до дома, я живу здесь недалеко. Вы говорите, ну, хорошо, конечно же, вы здесь недалеко, и вы понимаете, что старый человек нужно помочь. Сейчас вы приведете его домой, там, на руки сдадите с каким-то родственникам, и дальше пойдете по своим делам. Оказывается, что, когда вы приводите его домой, оказывается, что он живет один. И он просит вас, чтобы вы помогли ему, там, не знаю, сумку, может быть, разгрузить, или что-нибудь еще сделать. Когда вы начинаете его спрашивать, а где ваши родственники, выясняется, что там дочка живет там-то, сын живет там-то, внуки там-то. Естественно, у вас должен, само собой, возникнуть закономерный вопрос. Почему дети свои, которые обязаны ухаживать за родителем, почему они в эту секунду находятся не с ним? Почему они допускают, чтобы их родственник, отец или дед оказался в такой сложной ситуации? И тогда уже, если у нас есть немного, как бы наличие, немного такого критического, что ли, мышления, два варианта, может быть, по крайней мере, либо этот старик, либо у них такие сложные отношения, то есть, либо он сам их воспитал плохо, что они не помогают ему в его старости, первое, да, либо он такой плохой, например, что дети сами от него уходят. И тогда ваша помощь, вот в данном случае, лично по моему убеждению, является вот этим самым ненужным милосердием, потому что вы тратите на этого человека свое время, свои силы, силы, которые вы можете потратить на своего ребенка, на своего отца, на свою мать, на, там, еще на что-то, на своего, там, сплошника жизни. Это, на тех людей, которые... это самая странная интерпретация нитши, которую я... ничего более странного. Я... я давно в теме, как бы, да, то есть, но... разум Елены Павловой, он уникален просто, то есть, настолько оригинальный синаптогенез, что она способна, во-первых, взять очень странный пример, бытовой, да, выдуманный, и в то же время, вот как-то сопоставить его с тем, что она прочитала в книге «Злая мудрость» про милосердие, как шаткий фундамент, это... это потрясающе, конечно. которые по-настоящему нуждаются в вашей помощи. То есть, вот в этом смысле, наверное, имеется в виду, что эта фраза падающего, падающие толкни, все-таки призывает человека отдельного и человечества в целом научиться становиться быть более сильным, научиться выживать в сложных ситуациях. Ну, вообще, там не про это, да, там по контексту вот этого отрывка из «Сратустры», где речь идет про падающую подтолкни, там речь идет про культурные аспекты уходящей эпохи. То есть, определен... Ну, то есть, применительно к жизни Ницше речь идет о христианской цивилизации, опять-таки, да, то есть, она как бы рушится, распадается, как бы отдельные куски от нее отваливаются или летят вниз в пропасть, и, соответственно, человек вот этой вот уходящей эпохи, он как бы стоит на краю разверзшейся пропасти и смотрит, как в эту пропасть летят вот ошметки вот этой уходящей культуры, и, соответственно, Ницше устами Зратустры вопрошает, да, говорит, что кто, кто хотел бы поднять, да, значит, кто попытался бы остановить вот эти камни, отваливающиеся и летящие в отвесную пропасть. то есть, вопрос риторический, да, никто, но я говорю вам, что падает, то надо же так же и толкнуть, то есть, речь идет о таких более глобальных, конечно, вещах, а Елена Павлова почему-то это все переносит на бытовой опыт конкретного отдельно взятого человека, то есть, какой-то старик с тяжелым мешком падающий, значит, какое-то дохождение до точки, человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, то есть, ну, тут какие-то вот образы всплывают в ее разуме, видимо, из детства может быть что-то, то есть, она не понимает, что низводить какой-то философский принцип или метафору до уровня бытового примера и бытового восприятия отдельно взятого человека и того, с чем он может столкнуться в такой повседневной жизни, это, ну, это самый низкий, да, уровень восприятия, потому что, собственно, там по самому контексту, да, того, о чем идет речь, в общем, понятно, что речь-то не про стариков с сумками и не про какой-то повседневный опыт, но, окей, ладно, 23 минуты, хорошо, 23 с половиной минуты мы на это потратили. Было бы хуже, если бы это час длилось или полтора часа. Стремиться научиться летать, это была мечта, чтобы люди могли летать хотя бы мысленно, хотя бы в своих каких-то идеях, чтобы они могли создавать такие миры, которые действительно могли бы вызывать восхищение у других людей. Вот такая небольшая анализ, я надеюсь, что он был для вас полезен, на сегодня пока все, до свидания. Да, аминь, аминь, такая небольшая анализ, нам очень понравилось, спасибо был задонатившим. Да. Так, сейчас мы чекнем там еще раз наши привилегии донатные. Пишут лицо няшное и такие скулы, а мне вот не очень, если честно. Ну, кстати, да, вот если бы она была более милой, можно было бы ей легче прощать всякие вот эти невинные глупости. Там, там еще такой момент, вот у нее резонул слух, она сказала, там за несколько месяцев до смерти Ницше вот увидел лошадь, которую погонщик собивает и в общем проявление милосердия со стороны Ницше. Понимаете, в чем дело? Она, по всей видимости, думает, что после 1989 года наступил сразу 1900-й, минуя последние десятилетия 19-го столетия. То есть, вот этот эпизод в жизни Ницше, он случился за 10 лет до его смерти, а не за несколько месяцев, потому что он еще порядка 10 лет провел в состоянии поверхностной комы, так называемом, сначала в лечебнице, а потом, собственно, дома под, значит, на попечительстве у своей сестры, Элизабет Ферстер.